Мы продолжаем рассказывать об инициативах жителей Заполярья, которые поступают в рамках проекта НАО-100. Прием предложений по развитию Ненецкого округа стартовал 11 ноября и продлится до 25 ноября. В следующем материале об идее по обустройству парковой зоны в микрорайоне Мирный. Хочешь изменить ситуацию в лучшую сторону? Действуй! Именно так и поступила жительница микрорайона Мирный Мария Попова. Когда девушка узнала о старте проекта НАО-100, решила не упускать возможности внести инициативу по созданию территории для отдыха и занятий спортом в микрорайоне Мирный. Каждый житель поселка Мирного и житель нового поселка и лесозавода знает, какие у нас есть сложности и проблемы. В частности, проблемы с дорогами, с тротуарами, что невозможно детей, по сути, безопасно на детском транспорте доставить до домов, потому что единственный тротуар, который у нас есть, либо зимой занесены, либо летом – это песок. Было бы неплохо создать такую территорию, по которой не только можно было безопасно добираться до своих домов, но также заниматься физической культурой и спортом. Суть проекта – в укладке асфальтовой дорожки по периметру озера, где бы горожане смогли заниматься скандинавской ходьбой, кататься на лыжах, велосипеде или роликах. Здесь же обустроить парковую зону для того, чтобы жители и гости окружной столицы могли отдохнуть всей семьей на свежем воздухе. Берег составляет 4,5 километра, то есть это не обязательно должно быть 4,5 километра, можно сделать дорожку вдоль одного какого-то берега. И надо понимать, что это не только стимулирование людей к занятию физической культурой и спортом, но также и обеспечение второй школы, чтобы дети занимались лыжами. Рядом есть труд, который обеспечит людей, соответственно, и лыжами, и коньками по возможности. Здесь ледовое покрытие круглогодичное, можно проводить соревнования, северное сияние, можно проводить здесь Семенхат-Меритая. До окончания приема инициатив осталось неполных 4 дня. На сегодня уже поступило 77 заявок. Проекты касаются практически каждой сферы жизнедеятельности, будь то здравоохранение или строительство, культура или транспортная составляющая, бизнес или творчество. Никто не запрещает присылать по несколько проектов от одного человека, если человек инициативный, неравнодушный, как я уже говорила, если в голове есть масса идей, которые желаемы к воплощению для улучшения как качества уровня жизни в регионе, так и внешнего облика. Например, есть масса изменений, касающихся освещения, уличного, домового. Кто-то говорит о необходимости улучшения здравоохранения, кто-то хочет на селе видеть качественную связь с центром, например, культурной жизни, театры, концертные залы. Напомню, проект НАО-100 рассчитан на 10 лет. Инициативы станут своего рода дорожной картой к стратегии социально-экономического развития Ненецкого округа до 2030 года. В программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Предложить инициативу можно на портале Народный контроль. Для этого необходимо войти во вкладку НАО-100, заполнить необходимые пункты и по окончанию нажать кнопку «Отправить проект». Алина Ваучейская, Ольга Русул, Леонид Шишилов, Телеканал Север.